В Евангелии читаем все события, которые мы вспоминаем в сегодняшний день. В том, как Христос послал двух своих учеников с тем, чтобы они нашли то место, где будем праздновать Пасху. И вот эти два ученика послал Господню, а Господник сказал, чтобы они поступили следующим образом, чтобы они когда встретили человека, носящего сосуд с водой, спросили его, где нам сотворить Пасху? И он покажет вам горницу, говорит Христос, большую, убранную и мусланную. И по всесильному Слову Божию так оно и получилось. И вот в этом месте они совершали бескозаветную Пасху. И в конце этого празднования, в конце этой вечери, Господь, взяв хлеб, приломил его, сказал, съесть тело мое, взрываемое, в оставлении грехов. И взяв чашу, вознеся эту чашу, сказал, съесть чашу, есть кровь моя, даже завызванная, гизлеваемая, в оставлении грехов. Это кровь Нового Завета. И вот это таинство, которое было совершено тогда, повторяется на протяжении всей истории христианства. И мы все верные, дерзающие взывать себя, считать себя верными, приобщаемся к святых христовых тайнам. Нет такого блага, который бы не подавал Христос вместе с причастием святых своих тайнам. Когда мы читаем молитву, мы перечисляем все эти блага, мы просим, чтобы святые тайнами были нам во освящении и исцелении души и тела, просвещение нашего ума, и действительно мы после причастия иногда ощущаем, что действительно у нас просветился, в очищении сердца нашего, сердца нашего, чтобы очистиваться, от всякой былой греховной, от всякой были греховной. В исполнении заповедей, потому что, причащаясь, мы обретаем силы и способность совершать эти заповеди, которые Господь заповедил. И, собственно, и Господи, и давние свои заповеди, человеческими силами неисполнимы, в расчете на то, что мы будем получать вот эту божественную силу в таинстве, и с помощью этой божественной силы будем творить заповеди Его. Вот. Чтобы мы, мы причащаемся, как мы читаем в молитвах, на пути живота вечного, отправляясь в путь всей земли, а каждому рано или поздно предстоит этот путь, отшествие в вечность. Нет ничего такого, что для нас Бога в этом пути нужнее и полезнее, чем благодать святого таинства. И, наконец, просим, чтобы эти тайны были нам в ответ благоприятны на страшном суде Христовом. Потому что нет таких дел на земле, которые мы могли бы оправдаться. Все наши дела, как мы знаем, братья и сестры, даже если, даже если, братья, самые лучшие наши дела, самые замечательные дела в нашей жизни, Все эти дела имеют какую-то примесь земного интереса, или какого-то нашего пристрастия, или какой-то греховности. И вот только благодать Божия, которую мы вкушаем в этих таинствах, она является для нас полным и совершенным оправданием на страшном суде Христова. И вот, приступая к чаше, как нужно приступить к ней, чтобы эта благодать вселилась в нас? Прежде всего, прежде всего, мы должны быть примиренными со всеми нашими близнями. Первый же, пья кровь к общению, говорится в молитве. Пья кровь к общению, примирись, и первое, примирись, и тебя обечалишься. Это значит, что нужно примириться не только с тем, кто, кого, может быть, мы обидели, но и того, кто нас обидел. Нам нужно, чтобы сердце наше было мирным к любому человеку, с которым мы общаемся, чтобы к любому человеку у нас не было ни приязни, ни зложевательства, ни обиды, ни раздражения. Вот, но мы должны с готовностью отпустить все, что нам, может быть, или как нам кажется, мы встретили обидного или злого со стороны любого человека. Это первое. Это первое. Вот, второе, мы должны иметь очень глубокое смирение, потому что приступать к такой великому тайну, кушать тело и кровь Христа, может быть, человек либо совершенно безумный, либо очень смиренный. Потому что понятно, что никто из нас не достоин, не достоин кушения этих тайн. Не зря мы каждый раз вспоминаем всех тех евангельских грешников, и блудницу, и блудного сына, и разбойника, и мотаряна. И только если мы приходим в чашу вот с этим вот сознанием своей глубокой греховности, своего недостоинства, тогда это причастие может быть нам не в суд или во осуждение. Мы должны быть подготовленными и постом, и молитвой. И пост, и молитва не являются, перед причастием не являются догматами церковных. Но нам нужно обязательно это делать, братья и сестры, почему? Потому что сосуд нашей души, он должен быть приготовлен в той святыне, которая туда будет вложена. И каждый из нас приходит в сосуд на своего объема и своей емкости. Если мы плохо подготовились к причастию, то и сосуд у нас будет небольшой, и благодати будет туда, так сказать, вмещено мало. Если подготовка наша будет добросовестной и полной, тогда и сосуд, с которым мы приходим к Богу, он будет наполнен до краев вот этой вот живительной, животворяющей благодати Бога. И далее наша задача не только получить эту благодать, но и стараться удержать ее в себе, хранить ее в себе. Что для этого нужно? Для этого нужны две вещи. Первое, это нам нужно причащаться к братьям и сестрам нередко. Иногда говорят, что мы недостойны часто причащаться. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что если ты недостойен причащаться часто, то ты недостойен причаститься и один раз в своей жизни. Это действительно, братья и сестры, так. Наша достоинство или недостоинство не зависит от того, с какой частотой мы причащаемся. Но если мы причащаемся с верой, с благовением, готовя себя к этому великому тайству, то благодать Божия входит в наше сердце. Когда строят мост, то опоры ставят на таком расстоянии, рассчитывая это расстояние таким образом, чтобы пролет этого моста удержался и не проводился. Вот таким вот должны быть рассчитаны расстояния во времени от одного нашего причастия до другого причастия. Потому что мы все по себе знаем, что мы причастились, вот у нас на сердце хорошо. Но проходит несколько дней, мы живем в этом мире, который погружен во зло. Мы живем в этой агрессивной среде, которая вырывает у нас все доброе из нашего сердца. Проходит какое-то время, и эта благодать нами теряется. И для того, чтобы нам восполнить вот этот запас благодати, а этот запас благодати для нас необходим жизненно, вот, должны снова и снова приходить, приступать и готовиться к этому таинству. Вот. И второе, мы должны стараться сохранить и удержать вот эту благодать. Господь дает всегда независимую, то есть, дает щедрой рукой, дает много. Но вот сохранить вот эту благодать, нам бывает, братья и сестры, трудно. А для того, чтобы она хранилась в наше сердце, самый лучший способ, это жить по святым крестовым запасам. Запад кожи – это то, что сохраняет благодать в нашем сердце. Вот. И наше состояние душевное, оно должно быть таким, как будто мы только что причастились, или наоборот, как будто мы готовимся причаститься завтра. Вот если бы мы жили каждый день нашей жизни с таким чувством, что завтра я буду причащаться, вот тогда, или с таким чувством, что вот как будто я сегодня причастился, вот тогда наше сердце, оно бы хранило эту благодать, не теряло бы ее, не теряло бы в веществе. Вот. Помни все это, братья и сестры, дорогие. Приступим сейчас к престолу благодати с верою и страхом Божиим, и с благоговением, потому что благоговение – это и есть соединение страха Божия с любовью, и с верою, для того, чтобы принять эти святые тайства, и прожить оставшиеся дни святые, и страстной седнице, и Пасхи, и встретить с радостью, Христа, Спасителя нашего. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok,